МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мой собеседник, заместитель руководителя Управления гражданской защиты администрации городского округа Самара Евгений Вдовин. Евгений Аминович, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый вечер. 10 мая президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание по вопросам борьбы с пожарами. То есть актуальность и важность этой проблемы очевидна. Вопрос архиважный, особенно накануне лета. В Самаре реализуется городская программа «Пожарная безопасность Самары». Какие цели и задачи перед ней поставлены? Ну, ни для кого не секрет, что городской округ – это огромный мегаполис. Более миллиона человек проживает, имеющихся в границах обширные территории, где и леса, лесопарковые зоны, и где-то даже какие-то поля. Исходя из этого, наверное, важным вопросом остается в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, просто выполнение мер пожарной безопасности на территории города. Несмотря на то, что в этом году погода неблагоприятствует, скажем так, развитию пожаров, много дождей, не сильно высокая температура, и тем не менее, даже при таких условиях зафиксировано уже 4 случая горения сухой травы. Хотя в прошлом году, конечно, было намного больше в связи с погодными условиями, но тем не менее, даже в таких условиях 4 случая горения сухой травы. И администрация города для решения этих задач, для комплексного решения этой задач разработана программа пожарной безопасности. На сегодняшний момент действует уже четвертая программа пожарной безопасности. Это программа пожарной безопасности на 2019-2023 годы. И основными задачами этой программы является создание безопасной и комфортной среды проживания и снижение рисков утраты жизни и здоровья граждан. Эти задачи решаются выполнением различных мероприятий. В основном у нас программа имеет социально направленный характер. Это главное обеспечение безопасности образовательных учреждений, как школ, так и детских, дошкольных учреждений, детских садов, объектов культуры, объектов с массовым пребыванием людей. Также не снимается задача по обеспечению оповещения людей о пожарах и вообще системы оповещения в городе в связи с возможными чрезвычайными ситуациями. Также это поддержка добровольческого движения, добровольных пожарных дружин, команд, что в свою очередь позволяет обеспечить нормативное время прибытия первого пожарного подразделения к месту пожара, там, где, допустим, федеральные силы или силы области не смогут это вовремя сделать. Поэтому город планирует и выделяет денежные средства. Они используются по предназначению, что позволяет нам значительно стабилизировать обстановку с пожарами, с количеством погибших, пострадавших и минимизировать какой-то материальный ущерб. Вот вы сказали, что уже четвертая программа, если я правильно понимаю. А они, то есть, получается, они модернизируются каким-то образом через какой-то период времени? Потому что, значит, есть отличники? Ну, значит, основное это направление остается, прослеживается во всех программах, это основная линия, это обеспечение безопасности социальных объектов школ, детских садов. Конечно, она меняется, она меняется по своему наполнению, по своему содержанию. Мы понимаем, что если мы выполнили какие-то объемы работ по зданиям, сооружениям этих школ, то необходимо переходить на какой-то другой уровень, где-то побольше уделять внимание пропаганде, информированию населения, где-то, если мы понимаем, что необходимо повернуться лицом к восстановлению или созданию пожарной сигнализации, больше денег тратится на это. То есть, исходя из требований времени, из реальной ситуации, корректируется, конечно, и программа пожарной безопасности. Но здесь как бы и знания новые накапливаются, конечно, их надо там вот в эту систему вкладывать. Несомненно, меняются требования надзорных органов, появляется опыт, и руководители предприятий, организаций, понимая все союзские моменты, перенаправляют денежные средства уже для решения тех задач, которые наиболее актуальны. Вот по поводу, скажем так, работы с населением, по поводу воспитания сейчас чуть позже поговорим. Еще один важный момент. Вы сказали о добровольных пожарных командах в Самаре. Вот где сегодня работают добровольные пожарные команды на территории городского округа Самара? Какие задачи решают? Ну, дело в том, что вообще добровольчество сейчас, добровольчеству активное внимание уделяется на всех уровнях власти, и сами граждане активно принимают участие в волонтерстве, и добровольческая деятельность. Есть федеральный закон, который определяет деятельность добровольных пожарных команд. В городе мы тоже не остались в стороне от этого мероприятия. У нас заключено соглашение с двумя крупными добровольными пожарными командами, которые обеспечивают безопасность поселка Шмита. Это добровольная пожарная команда Самарской области и добровольная пожарная команда Курумыч, аэропорта Курумыч. Они проводят огромную и воспитательную работу, информационную работу. Кроме этого, выезжают и на пожары, и загорания. Так уже в 2021 году наши добровольцы 50 раз выехали на пожары. А в 2021, я прошу прощения, в текущем году уже 9 раз. Понятно, что чем меньше будут они выезжать, с одной стороны, это лучше, потому что тем лучше. Но тем не менее, если они выезжают, они оказывают помощь, эвакуируют людей, подают первый ствол. А как известно, любой пожар можно потушить стаканом воды, если это сделать вовремя. Да, совершенно верно. И кроме этого, в летний период, целью прикрытия территории детских оздоровительных лагерей, добровольная пожарная команда Самарской области разворачивает дополнительный пожарно-спасательный пост в районе Песчаной Глинки, где расположены наши детские оздоровительные учреждения, детские оздоровительные лагеря. Заря, Юность, Арго и Заря. Там мы им выделяем для этих целей пожарный автомобиль «Лада Бронта», ранцевые огнетушители. Занятия проводятся с детьми по выполнению мер пожарной безопасности. Кроме этого, они патрулируют ближайшие лесные насаждения, там, где возможно какое-то возгорание, проводят беседу с гражданами, которые приехали в лес и по той или иной причине могут там развести костер, пресекают нарушения. Это очень важная работа, обеспечение безопасности, в том числе детского отдыха. Вот вы сказали, что в этом году уже было 4 возгорания травы, и ведь это, несмотря на достаточно неблагоприятную для пожаров погоду, то есть дождей в этом году много, для урожая это хорошо, для пожаров это как раз плохо, но тем не менее трава загорелась. То есть очевидно, что это был человеческий фактор. Ну, основная причина пожаров – это человеческий фактор, это непогашенный аккурат, это неосторожное обращение с огнем на дачных участках, да просто, наверное, иногда хулиганство со стороны граждан, выжигание, да. Ну, выжигание травы для нас не так характерно, как для муниципальных районов области, но тем не менее тоже такие случаи бывают. Мусор, попытки сжечь мусор. Огонь очень коварен, чуть-чуть усилился ветер, и распространение огня очень быстрое. И с ним просто не справишься? Ну, конечно. И своевременно в этой ситуации, конечно, мы призываем всех своевременно информировать пожарную охрану по телефону 0-1 или 101 о случившемся пожаре. Вот как воспитывать людей, потому что вот этот человеческий фактор, как минимизировать? Вот что нужно делать и что делается для того, чтобы людям объяснить, что вот это временное, как он думает, удобство, когда он траву не вывез, а сжег, или там попытка сжечь мусор вместо того, чтобы его нормально утилизировать, это может ударить, ну, собственно говоря, по этому же человеку, может пострадать его имущество, могут его близкие пострадать, он сам может пострадать. Вы знаете, я вот всегда удивляюсь, уже как бы из года в год об этом говорится, но, тем не менее, процесс это происходит. Вот на ваш взгляд, профессионал, что нужно делать и что делается? Ну, что делается, что нужно делать и что делается? В принципе, все, что нужно делать, мы делаем. Ну, наверное, мы надо начинать с воспитательной работы на всех уровнях, начиная с детских садов, со школ. С детей. Конечно, мы с этой целью как раз в рамках программы пожарной безопасности изготавливаем различный информационный материал. Делали мы в прошлые годы и раскраски, и буклеты для детей, и сейчас для начальной школы мы делаем, ну, такие познавательного характера брошюры, которые, ну, скажем, позволяют в игровой форме до ребят донести требования пожарной безопасности в доступной форме без назидания какого-то лишнего. Соответственно, чем старше становится ученик, тем больше, конечно, другие подходы, вовлечение в какие-то добровольные дружины на уровне школы, проведение занятий в пожарных частях. Это тоже мероприятие проводится как администрацией города, так и главным управлением МЧС России по Самарской области, в частности, отделом надзорной деятельности и профилактической работы, даже вот в самом названии структурного подразделения говорится, что работа по профилактике пожаров. Ну, и, конечно, это обучение, информирование, размещаем ролики во всех средствах массовой информации. Ну, кроме информирования, еще нужен контроль за выполнением противопожарных мероприятий, без этого никуда. Да, и поэтому в рамках закона Самарской области 115-го административной комиссии внутригородских районов дано право привлекать к административной ответственности граждан, виновных в нарушении меропожарной безопасности, за значением штрафов. Так, сейчас, если есть возможность, я вам конкретно скажу. Давайте, конечно, зачитаем, потому что, ну, к сожалению, некоторых людей можно только вот методом кнута остановить. Значит, ну, на граждан налагаются штрафы в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, и на юридических лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Немаленькие штрафы, и хочу сказать, что с введением особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается кратно в два раза. Сейчас у нас на территории области, Самарской, на территории городского округа Самара введен особый противопожарный режим. То есть это надо все умножить на два, то есть минимальная цифра будет 2 тысячи рублей, соответственно, для человека. Да, совершенно верно, совершенно верно. Я могу сказать, что в 21-м году общая сумма наложенных штрафов составила более 2 миллионов рублей. 2 миллиона рублей? Да. Это серьезные деньги, то есть и с учетом того, что вот эта цифра там... Было составлено более 300 протоколов. Это сколько же пожаров удалось предотвратить? Да. Это практически... Ну, 300 пожаров. 300 пожаров, примерно так. Ну, примерно, плюс-минус. Вот показатели этой работы по профилактике, по контролю за соблюдением мер пожарной безопасности. Ну, вы знаете, наверное, вот самое важное, это вот вы начали работать с детьми, причем с маленькими детьми. Я, знаете, вспомнил, когда-то при советской власти был такой плакат, немножко другая тема, «Папа, не пей!» Когда маленький ребенок обращается к отцу и говорит, «Папа, не пей!» Вот это, наверное, самое важное. Вот когда ребенок скажет своему папе, «Папа, не кидай непотушенную сигарету! Папа, не кидай непотушенную спичку! Мы сожгем окружающую нас природу!» Папа, не переходи дорогу на красный свет! Будь культурным, образованным и умным человеком! Может быть, папе тогда будет стыдно, и он там поймет, что он чего-то в этой жизни недопонял, а его ребенок, слава богу, вот уже это понимает. Совершенно верно вы говорите. И, скорее всего, вот это только комплексный подход, начиная с детского возраста, ну, и по всем направлениям, и через средства массовой информации. И даже мы транслируем эту тематику и в вагонах метро, и в вагонах трамвая, и в автобусах объявления, такие, наверное, наши граждане это все слышат. Может быть, недостаточно, но, тем не менее, эта работа проводится. Ну да, это работа в правильную сторону. А сколько сегодня человек участвует в реализации программы пожарной безопасности Самары? Ну, я по количеству людей сказать не могу. Значит, у нас получается, что исполнителями программы являются наши структурные подразделения администрации, это управление гражданской защитой, мы основные разработчики этой программы, это департамент образования, департамент опеки, попечительства, это наше казенное учреждение, поисково-спасательный отряд наш, который участвует в том числе и в тушении пожаров. А исполнителями и участниками этой программы являются все детские сады, все школы, все социальные объекты. Ну, много людей, если говорить об охвате, информационном охвате, то практически весь город участвует в этих мероприятиях. И, наверное, ведь участвовать в этой программе можно не только осваивая денежные средства, а есть мероприятия, которые не требуют никаких материальных вложений. Это просто соблюдение правил пожарной безопасности, это вовремя проинформированная пожарная часть о том, что где-то возгорание. А если есть возможность, то и самостоятельная ликвидация этого очага загорания. Но, опять же, скажу, что соблюдение всех мер безопасности. Потому что тушение пожара – это, конечно, удел профессионалов, и геройство здесь неуместно. Да, геройство здесь неуместно. Здесь вот гораздо важнее позвонить. То есть, если огонь небольшой – это одна история, а если там серьезные пламя, конечно. Да, иногда граждане, да даже и организации, пытаясь каким-то образом понимать, что беда, и будут кто-то наказан, пытаются скрыть, что по их вине и затягивают вызов пожарной охраны, что приводит их к более тяжким последствиям. Ну да, то есть ситуация становится намного хуже на самом деле. Да, она просто становится неуправляемой. Тогда задача пожарных – не сохранить уже объект, а обеспечить защиту соседних объектов. Да, для того, чтобы не было переброски огня на соседние здания и сооружения, и обеспечить локализацию этого пожара уже на месте. Вот вы сказали о том, что сейчас введен особый противопожарный режим. Ну и понятно, почему. Скоро лето. Будет жарко, будет сухо, все равно будет тепло. Вот какие дополнительные мероприятия по пожарной безопасности будут еще летом проводиться в связи со всем этим, потому что Самара, Самарская губерния – теплый регион? Ну, вот какие дополнительные. Ну, наверное, все те меры, которые запланированы, они будут проводиться. В любом случае, информационная работа. Плюс мы, наверное, будем участвовать в распространении памяток и на правом берегу Волги. Одновременно с профилактикой безопасного поведения на воде. Кроме этого, большое внимание сейчас идет по противопожарному обустройству лесов, потому что на территории города тоже есть большое количество лесных насаждений, соответственно. На самом деле у нас город лесный. Планируется производство минерализованных полос более 10 километров, прочистка и обновление старых, более 70 километров, очистка леса от захламленности – 7 гектар. Ну, и другие мероприятия информационного характера в лесах – это установка аншлагов, каких-то запрещающих шлагбаумов для въезда в лес, информирование. Кроме этого, еще и в каких-то местах оборудуются места для отдыха граждан, которые оборудованы там урнами, возможно, где-то мангалами, для того, чтобы можно было безопасно отдохнуть гражданам. И вот не могу не задать вам этот вопрос. Он как бы напрямую не имеет отношения к пожарной безопасности, но он имеет отношение прямое к безопасности вообще. Лето – это время купания. Мы живем на Волге, и этим гордимся. Это наше счастье, на самом деле, великое счастье. Ну, собственно, не только Волга. Здесь есть еще и Самара, здесь есть еще и всякие протоки, и множество озер. То есть, на самом деле, мы волжане, и купаться мы любим. Как бы вот это старая наша забава. В этой ситуации вопрос очевиден. Какие мероприятия где будут проводиться для предотвращения несчастных случаев на воде? Потому что вода, ну, вы сами понимаете, вещь опасная. Ну, да, наверное, вода и огонь в мирных целях – это радость, это счастье, это приготовление пищи, это обогрев жилища. Так же, как и вода. Без воды тоже жизни нет. Но при определенных условиях это беда. Ну, у нас ведь обеспечение безопасности на воде – это полномочия всех глав муниципальных образований. Законом прописано, что мы должны заниматься обеспечением безопасности граждан на водных объектах. И для этих целей в городе, ну, город действительно на Волге, на Великой Русской реке, и было бы грех, наверное, не оборудовать здесь пляж для того, чтобы наши граждане, горожане могли в жаркий день прийти, искупаться, отдохнуть. А наша цель – обеспечить безопасное и комфортное их нахождение на этих пляжах. С этой целью, понятно, что изданы все нормативные документы, постановления об обеспечении безопасности на воде. Значит, у нас ежегодно оборудуется 8 пляжей. На левом берегу Волги. И при проведении мероприятий, таких как Иволга или Грушинский фестиваль, оборудуется тоже на фестивальной поляне пляж отдельный. Ну, он уже действует в то время, когда работает, проходит мероприятие. Подготовка пляжей организуется администрацией через департамент городского хозяйства и экологии. Это и завоз песка, и проверка дна, и установка всех конструкций. Но я, наверное, остановлюсь на вопросах обеспечения безопасности на пляжах. Ну, с этой целью мы проводим конкурсные мероприятия и заключаем контракт со специализированной организацией на оказание услуг по обеспечению работы спасательных постов. Значит, ежегодно работает 44 спасателя у нас на пляжах города. Работают каждый день. Время работы пляжей до 22 часов. Все эти спасатели прошли, должны пройти и проходят ежегодно всю необходимую подготовку. Они должны быть здоровы, совершеннолетние, имеющие удостоверение спасателей. На спасательных, на постах у спасателей есть все необходимое оборудование. И мы надеемся, что при работе и при купании граждан на оборудованных местах не будет каких-то ситуаций, которые, не дай бог, приведут к утоплению. А такие ситуации бывают и, к сожалению, нередко. И в основном эти случаи происходят в необорудованных местах для купания. И по разным причинам, конечно, люди тонут в необорудованных местах. Основная причина – это нахождение и купание в нетрезвом виде. Потому что у человека, который в состоянии алкогольного опьянения замедляются все реакции. И, кажется, говорят, что пьяное море по коленам. Но, тем не менее, очень чистые случаи гибели таких граждан. Также купание в необорудованных местах, где не исследовано дно. Это разбежался, нырнул, коряга, камень. Ну и последствия могут быть трагическими. Ну и хотелось бы сказать, конечно, обратиться к нашим жителям города, к горожанам. В том, чтобы внимательнее относились к своим детям. Если вы отдыхаете вместе с детьми, даже на оборудованном пляже, внимание нельзя ослабевать. Потому что один момент, и ребенок может, ну что-то может случиться. Поэтому обращайте внимание на детей, с кем вы приходите. Понятно, что у нас есть и детские пляжи, и огорожены участки. Но, тем не менее, в избежание несчастных случаев все-таки внимания нельзя ослаблять за этим делом. Ну, для того, чтобы, вот мы уже говорили о том, что для того, чтобы обеспечить в полном объеме любую безопасность, мало что-то сделать, проинформировать. Необходимо еще, наверное, проконтролировать, как будут выполняться эти указания, запреты. В том числе будет организована работа административных комиссий внутригородских районов по контролю за соблюдением правил поведения на воде. Кроме этого, запланированы, ежегодно проводятся рейды нашего поисково-спасательного отряда совместно со сводом. Это организация, которая занимается обеспечением безопасности на воде. Проводим рейды по правому берегу Волги, где тоже традиционно проходит купание. На берегах реки Самара, Татьянки обеспечим со своей стороны установку знаков, запрещающих движение маломерных судов в районе пляжей. Обеспечим установку знаков пересечения судового хода. Я думаю, это позволит в том числе и водителям маломерных судов выполнять все правила и гидроциклов. Не секрет, что часто те, кто эксплуатирует гидроциклы, стараются где-то подъехать поближе к пляжу, показать свою удаль молодецкую. И часто это заканчивается не очень хорошо. Ну что ж, спасибо за интересную содержательную беседу. Я надеюсь, что в этом сезоне у нас не будет рагидий, связанных ни с огнем, ни с водой. И все пройдет благополучно. И люди получат от лета только самые положительные эмоции. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, моим собеседником был Евгений Вдовин, заместитель руководителя управления гражданской защиты администрации городского округа Самара. Берегите себя. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!